Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. Открываются еще три опции. Начнем с верхней футер. Самая нижняя часть. Да, но у меня в футере пока ничего не выведено. Сейчас выведем. Кроме еще одной позиции для футер, где по умолчанию выводится копирайт, который вы можете либо заменить на свой, либо отключить. И платежи, какие карты вы принимаете. Итак, первое. Вообще футер отключить-включить. Но сейчас мы не увидим, потому что у нас нет контента в футере. Ниже по вот этим картинкам вы можете понимать именно так, как они выглядят. Это колонки. То есть первое вот это. Просто мышкой на нее нажимаем, мы выделяем, значит, одна большая колонка для футера, для контента. Обычно это три-четыре колонки. А еще есть более сложные, где сверху есть ряды. Видите? Такие варианты, где колонки не все равного размера. На ваше усмотрение. Рассмотрим давайте вот простой вариант. Возьмем три колонки. Нажмем сохранить. Сейчас нужно нам там разместить контент, чтобы понимать, как это вообще работает. Контент обычно размещается виджетами. Переходим в внешний вид. Виджеты. Вот тему Woodward очень много всяких у нас областей, которые мы еще коснемся позднее в следующих видео. Но мы сейчас обращаем внимание на футер. Именно футер. Видите? Их всего три. Потому что мы три задали. Можем раскрыть. Здесь контента нет. Мы можем просто вот с этой левой стороны перетащить сюда виджеты, которые нам нужны. Нужны в нижней части сайта. Я возьму просто календарь. Можно просто кликнуть по нему. Поместить его, допустим, в футер 1. Добавить следующий виджет. Допустим, список недавно просмотренных товаров. К примеру, колонка 2. Давайте, чтобы не гадать, я календарь добавлю еще и в третью. Не забывайте, что у некоторых виджетов есть настройки. Скажем, у календаря только заголовок. У список недавно просмотренных товаров можно задать количество отображаемых. Ну и здесь у меня тоже календарь. Мы просто сюда добавляем. Кнопки сохранить здесь нет. Идем на сайт. Обновляем страницу. Здесь товара. Ну там видно нужно поднастроить просмотренных товаров или нет. Или они появляются, когда мы просматриваем товары. Но давайте я попробую погулять по товарам. И три товара посетил. Вот они три отобразились. Просто демонстрация, что такое футер. Вот три колонки. А теперь уже мы можем смотреть. Возвращаясь опять в настройки футера. Допустим, футер я скрываю. Допустим, временно мне нужно это сделать. Мы видим, футера нет. Помимо выбора богатых вариаций колонок, у нас есть возможность переключиться на HTML-блоки. Мы с вами неоднократно их уже касались в прошлых видео. Вы можете задать свой какой-то один футер. Там все красиво сделать. Потом его здесь подкрепить. И тогда он будет отображаться вместо колонок. На ваш выбор. Движемся с вами дальше. Следующий стиль. Фон футера. Можно поменять цвет. Либо загрузить изображение на заливку футера. Дальше настройки. Закрепленный футер. Давайте сразу это посмотрим. Что это дает? При прокрутке. Видите, когда контент поднимается, у нас на самом деле футер всегда закреплен. Просто перекрывается центральной частью сайта. Если кому нравится такое отображение, можете использовать. А вот эта интересная штука – это свернуть виджеты на мобильных устройствах. То есть получается, у вас могут быть большие, такие длинные колонки с информацией в виджетах. И на мобилке будет страница очень длинная. Если мы сейчас посмотрим в имитации мобильного устройства, то у нас виджеты свернуты не все. Обратите внимание. Видите, по клику раскрывается календарь, по клику раскрываются просмотренные товары. Но этот календарь не свернут. Это можно использовать прямо по назначению, если нужно какой-то виджет оставить открытым. Он открытый, потому что у виджета нет заголовка. Вот здесь вот, там, где нет заголовка, виджеты не сворачиваются. Соответственно, здесь заголовок есть. И здесь я сделал заголовок. Хотите, чтобы все сворачивалось, делайте заголовки виджетом. Ну или все виджеты будут открыты. После обновления страницы, вот видите, все виджеты открыты. Также кнопка «Прокрутить наверх» – полезная штука. Быстро вернуться вверх страницы. Стоит включено, рекомендую оставить. Дальше здесь же у нас есть следующее авторское право. То есть это у нас самая нижняя часть. Так, давайте я обновлю страницу. Вот это, видите. Можно либо вообще отключить, сделать там по центру. Вот это все – это копирайты. Можете все удалить и написать все свое. Это ссылка на картинку, какие карты мы принимаем. Если хотите загрузить свою PNG-картинку, загружайте ее в Media Manager, потом смотрите путь и просто здесь поменяйте путь на свой. Это, получается, у нас вот эти вот картинки. Или вовсе ее можно скрыть. Дальше здесь еще есть такое понятие, как предфутер. Контент, который будет показываться перед футером. Здесь либо какой-то текст можно написать, либо подкрепить HTML-блок. Давайте для примера я возьму один из ранее созданных HTML-блоков. Пойдем на сайт, обновимся. Теперь после контента идет вот эти панды, это предфутер. А потом идет уже футер. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта. А значит, вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов. Я уж точно сел на этом собаку. Перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные. И нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта. Но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов. Отсеем, какие плагины вы не используете, какие ненужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю. Услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Также из-за этого, кто заинтересован, стучись ко мне вpex. Субтитры сделал DimaTorzok